Каждый день мы делаем выбор, который влияет на нашу жизнь. Например, решение понизить голос может значительно повлиять на то, как нас воспринимают другие люди. Но голос можно понизить неправильно. Итак, что значит правильно понизить голос? Главный критерий здесь – вам комфортно говорить, и вы чувствуете себя уверенно. И ключ к естественному понижению голоса – это исследование собственных возможностей и понимание того, что вы действительно хотите изменить в голосе. За 20 лет работы с голосом, как диктор и преподаватель, я протестировал массу методики упражнений и отобрал самые эффективные. В этом видео мы поговорим о том, почему ваш голос может звучать высоко и как его понизить, не навредив голосовым связкам. Я покажу вам несколько упражнений, которые помогут сделать работу над голосом более осознанной и найти естественный низкий тон. А это сделает вас более убедительным на работе, в общении с клиентами, с друзьями и коллегами. Итак, прежде чем понижать голос, давайте разберемся с тем, почему же он звучит высоко. И здесь я вижу три причины. Первая причина – это зажим в теле. Любое напряжение блокирует звук, препятствует его проникновению в разные части нашего тела. Например, голос не попадает в голову, и тогда голос звучит очень тускло и невыразительно. Если же голос звучит только в голове и есть препятствие в виде зажима в горле, звук не попадает в грудь, в спину и ниже, тогда голос звучит очень высоко. Любой зажим блокирует звук. Представьте, как вода свободно течет по шлангу. Но вдруг кто-то перегибает шланг и напор уменьшается. Также и с голосом. Зажим сказывается на дыхании, звук перестает свободно течь и искажается. Зажим в теле блокирует низкое звучание. Откуда берутся зажимы? Почему так происходит? Например, в детстве была установка «Хорошие мальчики не плачут» либо «Хорошие девочки не злятся». Чтобы подавить эти эмоции, ребенок приспосабливается, и так создается зажим. Блокируются определенные эмоции, и это сказывается на звучании голоса. С девочками то же самое. Если нельзя злиться, соответственно, с этой эмоцией что-то нужно сделать. Как-то ее заблокировать в теле. И голос становится очень высоким, писклявым и пронзительным. Кстати, если вы хотите больше узнать о своем голосе, как его воспринимают другие люди, сильные, слабые стороны своего голоса, что можно улучшить, приходите ко мне на бесплатную диагностику голоса. Ссылка в описании. Вторая причина, почему голос звучит высоко, пискляво, пронзительно, это привычка тараторить, когда вы говорите в очень быстром темпе. Это делает голос выше и слабее. Так происходит, потому что дыхание становится поверхностным, и связки напрягаются. Быстрый темп говорения автоматически зажимает наш голос. Привычка говорить быстро – это обычно проявление тревоги. Представь, что гитарист играет на тонких струнах гитары. Они легкие и тонкие, поэтому колеблются быстро. И чем быстрее струна колеблется, тем выше звук она издает. Так вот, когда кто-то говорит очень быстро, это похоже на быстрое колебание струн. Дыхание и голосовые связки тоже начинают работать быстрее, и в результате голос становится выше и слабее. И третья причина – это запрет на низкий звук. Когда звучишь низко, уверенно, то транслируешь решительность, даже дерзость. Если нет внутреннего разрешения на такой образ себя, то голос начинает звучать высоко. А если образ себя «я» маленький, то разрешения на такой звук тоже нет. Здесь такая метафора с одеждой. Ваш голос и то, как вы его используете, можно сравнить с выбором одежды на важное событие. Если вы надеваете скромную и неброскую одежду, серую, потому что считаете себя недостойным внимания, «я» маленький, это не позволит вам транслировать уверенность. Но когда вы сознательно выбираете элегантный, подходящий наряд, вы начинаете излучать уверенность и чувство собственного достоинства. Если нет разрешения на проявление себя как уверенного человека, то, соответственно, нет разрешения на такой звук. Итак, давайте перейдем к упражнениям. Что теперь со всем этим можно сделать? Как сделать так, чтобы голос звучал ниже? Для хороших мальчиков есть такое упражнение. Так как у нас заблокированы слезы, нам нужен такой звук. Звук плача. Плачущий звук. Попробуйте позвучать так. Чем он более грустный, плачущий, тем лучше. И обратите внимание, что происходит с вашими чувствами, с ощущениями в теле. Может быть, какой-то образ у вас возникает. Если ничего не происходит, вы ничего не чувствуете. Это тоже реакция. Здесь надо спросить себя, что стоит за этой пустотой. Почему я ничего не чувствую. Итак, еще раз. Ха-а-а. Ха-а-а-а. Если делать это упражнение ежедневно, то постепенно вы начнете освобождать голос. Постепенно вы почувствуете, что за этим звуком что-то стоит. Так с помощью голоса мы высвобождаем заблокированные эмоции, которые делают голос выше. Если у хороших девочек подавленная агрессия, значит, нам нужен яркий, резкий, уверенный звук. Давайте сделаем такое упражнение. Врум. Трум. Пром. Трам. Трым. Трем. Все звуки должны быть очень уверенные и яркие. И здесь то же самое. Когда вы слышите такой голос у себя, что возникает в теле, какие чувства. Возможно, вас что-то смущает в таком звуке. И девушек часто пугает такой резкий, уверенный звук. Он кажется им очень брутальным, мужским. Но без эмоций и агрессии, гнева, голос не будет звучать низко. Он также и останется очень высоким. Поэтому эту эмоцию нужно проработать и услышать ее в своем голосе. Для тех, кто говорит очень быстро, траторит, предлагаю сделать такое упражнение. Вы берете любую книгу и включаете метроном. Это специальная программа, которая задает ритм. Нужно выставить какой-то не очень быстрый ритм и начать читать под него. Ваша задача не сбиваться. Как только начинаете ускоряться, снова возвращайтесь к прежнему ритму. Ночная синяя чернота неба В тихо плывущих облаках Везде белых, А возле высокой луны голубых Приглядишься, не облака плывут, Луна плывет. Ну и третье упражнение, когда у вас запрет на низкий, уверенный, проявленный звук, нам нужно привыкнуть к такому звуку. А привыкнуть к нему можно снова через чтение. Вы берете любой текст, понижаете голос и спокойно, расслабленно читаете. Чтобы настроиться на такой звук, давайте сделаем еще одно упражнение. Оно называется «Озвученное зевание». Ваша задача – широко зевнуть со звуком. Звучит это так. Слышите, как появляется низкая нота в моем голосе? Вот до нее нужно дойти. Если у вас пока не получается дойти до этой низкой ноты, оставайтесь в том диапазоне, в котором получается. Но постепенно, чем чаще вы будете делать это упражнение, тем тон будет все ниже и ниже. Зевание помогает расслабить нам мышцы гортани. Они как раз и напряжены, когда голос звучит высоко. Тьма теплой августовской ночи. Еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками. А если вам не нравится собственный голос, то посмотрите мое видео, где я рассказываю, как полюбить свой голос и принять его. А это самый важный шаг. Спасибо, что смотрите и до встречи в следующих видео.